Как ты тренировался в день и ночь? Амбициозность – только одно из многочисленных качеств, присущих герою нашего фильма. Просим любить и жаловать заслуженный тренер, заслуженный работник физической культуры, известный всему спортивному ательете и Самарской области тренер по боксу Евгений Николаевич Подрезов. Отличный семьянин, настоящий профессионал своего дела, бескомпромиссный тренер и уникальный выдающийся человек. Подрезов – это легенда, и таким людям, несомненно, нужно посвящать фильмы, ведь им есть чем поделиться. Евгений Николаевич всю жизнь в спорте многое повидал как в роли спортсмена, так и в роли наставника. В Москве, когда мне приходилось жить, я там дрался со всеми, в спаррингах я имею в виду, со сборной команды, в моей весовой категории в 63-67. И последний мой турнир, это я провел в 61-м году, международный турнир был в Алмате, провел я там неплохо, но, то есть я имею в виду, три боя прошло, я вышел в полуфинал, и там боксировали, летом было, и мы боксировали на открытой площадке, а раньше ринг был не таков немножечко, а брезент, и я подскальзываюсь, и у меня ноги расходятся, и я порвал голеностоп, колено, вот. Ну, а пока я дрался, мне пришлось с монголом драться, а у меня, говорили, ребята, очень жестко, но я пил, аж вот звенел, вот чувствую, потом раз, короче говоря, после этого боя мне разрезали перчатки, снимали руки, вот они, сломаны руки, оттуда я приехал, гипс здесь, гипс здесь, гипс здесь, гипс здесь. Он был очень такой напористый боксер, я помню, что в его весе всегда были очень сильные мастера, ему доставалось, я на всех соревнованиях была у него, и всегда сидела, и кричала, и подсказывала, что нужно делать, вот, но закончил он в Самаре только потому, что выбил обе руки, обе руки, все пальцы были выбиты, и врачи сказали, все, больше боксировать нельзя, он вот перенес три операции на руках, но так и вот суставы, они не пришли, не поправились в норму. Подрезовский характер, напористый, твердый и неуступчивый, знали все его соперники, но эти качества не в меньшей степени пригодились Евгению Подрезову, когда он стал тренировать. Все, кто постигали бокс под его началом, на всю жизнь запомнили эти моменты. Периодически вспоминаю эти моменты, когда мы тренируемся, проходит какое-то время, ну, устали все, да, Евгений Николаевич Подрезов, у нас был зал маленький, зал большой для спортивных тренировок, вот, он уходит в другой зал и говорит, ну, отдыхаем, делаем книжечку, вот, естественно, все сразу расслабились, вот, перестали делать и книжечки, и заниматься, баловаться начали, вот, а он в это время смотрел со щели двери, вот, затем нам всем попало. Мы занимались в спортзале, на победе, в подвале. Ну, ребят, ну, как, год прошел, как занимались, осталось всего 9 человек от этого. Ну, 120 человек было всего, мы занимались, начали заниматься. От этого осталось 9 человек. Ну, ну, после 9 уже несколько времени уже прошел, уже осталось всего нас двое всего. Я помню, ну, этот, спортивные достижения такие, мастер спорта Советского Союза в 81-м году. В 81-м году выполнил мастер спорта и участвовал на сборах первенства Советского Союза. На тренировках Евгений Подрезов просто дает мальчишкам свободу. Он не готовит боксеров по стандарту. Евгений Николаевич, к тому же, изобретателен. В его боксерском зале всегда много невиданных спортивных снарядов. Хотя не зря говорят, что все новое – это хорошо забытое старое. И говори ощущения свои. Таз напрягайся. Так, не таз. Не таз. Не так. Пресс. Пресс. Живот. Мышцы живота. Мышцы живота нижние мышцы живота. Поясница. Поясница. И верхняя часть. Да. Да? Вот. А руки? Руки тоже. Вот, вот вращение делали. Это у нас как космонавт. Это в невесомости, да? Саша? Да. Кто ко мне приезжает, всегда отсюда что-то вывозит. В смысле, в голове, в мысли. Ну, здесь что еще? Что самое главное? Тренажеры и мешки я перебираю, ну, через полгода. Обязательно. То есть, вот у меня снаряд. Вот, посмотрите, таких снарядов нигде нет. Видите? Вот он, я работаю на отходе. И вот я работаю. То есть, один он работает. Видите? Вертушка. Очень простое движение. Вертушка. Вот она, видите? Вот я пошел назад. Вот я в атаке. И вот я на отходе. Неповторимость нашего героя заключается в его особой харизме и неуемной энергии. Рядом с Евгением Подрезовым просто невозможно бездельничать. И если иногда его воспитанникам удавалось, что называется филонец, они были строго наказаны. Сейчас ученики, прошедшие школу Подрезова, вспоминают о былых временах с улыбкой. А тогда, пару десятков лет назад, было не до шуток. Евгений Николаевич относится к словам очень строго. Я помню, на первой тренировке мы опаздывали с ребятами, задержались. Он заходит в переодевалку, спрашивает, сколько времени. Мы опоздали минут на 10. И когда мы выходили, он раздавал нам подзатыльники чуть-чуть, так скажем, наставлял, чтобы мы не задерживались. Я шел последний и захотел схитрить, нагнулся. В это время я получил удар снизу. Если только тренер остановится в своем развитии, значит он растенебует и спортсмен растенебует. То же, как наш футбол. Ведь насколько мы отстаем от Европы. То же самое, так же и боксеры. Сейчас уже доходят слухи таковы. На международном турнире мы боксируем. Там первые парашют, а потом говорят иностранные тренеры. Хоу! А у них школа одна. Они все друг на друга похожи. С ними очень легко. Если мы с Ивановым так, и с этим так. Но мы начали видоизмять. Я это еще начал в 70-й год, только начал работать в тренерской работе. Уже понимал, что нужно всегда вносить какую-то изюминку. Секрет успеха Евгения Подрезова в том, что он сам прошел неплохую школу бокса. Тренировать он начал еще будучи спортсменом. После окончания спортивной карьеры вверх пошла его карьера наставника. В этой роли Евгений Николаевич прошел две спартакиады народов СССР и чемпионат страны. Многие ребята, с кем работал Подрезов, стали чемпионами. В 43 года тольяттинский наставник получил звание заслуженного тренера. Евгений Подрезов работал даже со сборной команды Российской Федерации. На чемпионате России, РССР, точнее, не Россия, РССР, у меня были молодежь, очень сильные ребята. И вот как раз Герасимовы были, как раз Приказчиковы, все как раз на этом турнире. И они очень вышли там здорово. И ко мне подходит, едем, когда уже было у нас в Череповце, и едем в Москву. И ко мне подходит, это величайший, так, академик наш, профессор наш бокса, Виктор Иванович Агуренков. Молодой человек, можно с вами поговорить про себя? Деревенский ягод, конечно, конечно, Виктор Иванович. Ну, короче, я иду с ним, часов пять мы с ним разговаривали. Вот, а почему вы вот так вот делаете? То есть, оказывается, я впервые из тренеров, кого, может, видел, я делал вот эту механику движения груди, чтобы продохнуть. Вы, для чего вот это делали? Вот так. Я, говорю, за вами следил, когда вы делали разминку ребятам. А почему вот это делали? А почему не заставляли бегать? Я говорю, ну, бегайте на ринге. Он, говорю, ножом, да, здесь просто, говорю, чуть-чуть его нагреть. И самое главное, чтобы он не выпустил пара. В городе автостроителей судьба свела Евгения Подрезова с известным наставником Леонидом Кузменко. Вместе они работали на протяжении 30 лет. Леонид Григорьевич тренировал в Тольяттинской школе номер 19. Сначала они с Подрезовым встречались на соревнованиях. Затем Евгений Николаевич предложил Кузменко вести тренерскую работу совместно. Труд в тандеме оказался плодотворным. Какие соревнования тут, до потолка пыль стоит, все скандали. Вот, этот не будет за тебя выступать, этот тоже не будет. Почему не будет, если он у меня работает? Он защищает коллектив физкультуры. Короче, мы тут хорошо поработали. А потом он, мужики-то работают, трудятся. Соревнования надо возить. Ему некогда возить, потому что людей много. Я начал группы набирать. Я набираю группу, 40 человек набрал. Она в течение двух-трех недель у меня отсеялась. Осталось там семь-восемь человек хорошеньких. И Расик подрезал. Он их шлифует. Я следующую группу набираю или уехал куда-то. Таким образом мы в Тольятти вот работали. Первая тренировка была в 6 часов утра. Первая тренировка. Весь город, центральный район, все бежали туда ко мне на победу. 17, 40 минут и айсинг. Уходили оттуда. И потом уже вечерняя тренировка. Да. Я не понимал, как и так не претендировал. Вот у нас там был день боевой практики. Если тот не пришел, значит в следующий соревнование ты не поедешь. А у меня, понимаете, за одно место, чтобы попасть на область, 3-4 человека в одном весе воевали у себя, как в таких раньше было, у меня не школа была, а секция. В секции воевали, чтобы выехать на соревнования. В школу Евгения Подрезова прошли тысячи мальчишек, в их числе и тольяттинские и иногородние боксеры. Парни в 70-е и 80-е годы прошлого века стремились к основной цели – званию мастера спорта. Многим удавалось его достигать исключительно в Тольятти. Например, талантливому мастеру кожаные перчатки из Сызрани Анатолию Марушеву, который по-трезву передал известный наставник Александр Бакуменко. Получилось так. Едем мы с Василием на турнир в Брянск на выполнение мастера спорта. И встречаемся в Брянске тоже с командой Сызрани. Я его так близко не знал, тренера Бакуменко, Александр Петрович, дай бог ему, как в таких землях будет, пухом ему. Вот, но я всегда помню. И, короче говоря, он, так идем, разговариваем, а этот сзади идет, маршал. Как потом мне сказал. Ну, мы с ним разговариваем. Он говорит, Евгений Николаевич, а ты сможешь его посекундировать? Я говорю, а почему бы нет? Ну, ты посмотри там с ним. Я говорю, хорошо. Вот. Ну, я с ним, приехали мы на этот турнир, смотрю, парень хороший, но повторяет мои ошибки. То есть сразу в бой, там как-то из лучших шашки уже на голову, уже из ножен, не вытаска, она уже у него перехут. Через какое-то время мы идем опять с тренером, с Александром Петровичем, разговариваем. Он слышит нас разговор. Я говорю, он говорит, может, ты его возьмешь в себя? Я говорю, ну, если он будет согласен, а почему бы нет? Я поработаю. Он услышит. Через две недели звонок мне. Евгений Николаевич, можно я к вам приеду? Мы вот с Александром Петровичем поговорили, и он говорит, что, как в таких случаях, говорит, я хотел бы, чтобы ты туда поехал. Ну, приезжаю сюда полтора года я с ним. С утра до вечера, пять тренировок тренировки, в субботу я его отпускал. Он жил, он в институте учился. У него там жена молодая, туда-сюда. Но он говорит, нет, для меня бокс, мастер, вот он, потом, знаете, ну, короче, он выполняет, я потом могу рассказать, немножко, как он это выполнил, мастер спорта. Но вот он говорит, я вот лежу, сразу проснулся, оп, я мастер спорта посмотрел, опять положил. То есть, понимаете, он к боксу был вот одаренный, как человек был этим боксом. Но не самим боксом, а мыслями о боксе и желанием стать боксером. Но очень много было препятствий. И эти препятствия я немножко преодолел, разгреб, и он стал мастером спорта. А первым тольяттинским мастером спорта стал Владимир Кутляев. Естественно, Кутляев был воспитанником Подрезова. В Николаев мы поехали с Евгением Николаевичем на выполнение мастер спорта. Конечно, очень трудно мне удалось, очень трудно, но благодаря Евгению Николаевичу мне удалось. Два или три боя я выиграл хорошо, но в финале мне попался ПАК, призер Союза. В финале Евгений Николаевич меня настраивал, я сейчас вспоминаю полностью. Со мной ходил, чтобы я не перегорел, а я уже перегорал, чувствуется такое. И значит, это бой я выиграл, но выиграл, я ему проигрывал бой. Мне в конце, просто в третьем раунде Евгений Николаевич показал, что сделать. Я сделал три этих движения, три нокдауна у этого было, у ПАКа. Бой мне отдали, я выполнил мастер спорта. Я, конечно, тур сильно нахватался, очень сильно. Благодаря Евгению Николаевичу я стал мастером спорта. Только в Тольятти никуда не уезжаю, это у нас Кутляев. А первый мастер спорта, это у меня тоже, он выехал в Санкт-Петербург, там стал мастером спорта. И потом у нас основной, который, знаете, ну как вам сказать, он в душу мне впал, и в семье, и все, это Грубов Дима. Я с ним с 11 лет с ним шевырялся и ковырялся, его уже потом забрали в армию, он выполняет мастер спорта, мажор класс, он выигрывал и у наших сборников, и кубинца выигрывал. У меня единственное, что, понимаете, он был очень злой спортивно. Вот если бы немножко дали бы нам работать вместе, вот знаете как, его взяли в сборную команду Узбекистана, то есть, ну, предложили ему. Здесь не могли квартиру сделать, как в такой случае говорят. А тут там приглашают, приезжаешь, мы тебя в институт, мы тебе квартиру даем, ну, он уезжает туда. С Дмитрием Грубовым у тренера сложились неоднозначные отношения. Долгое время после того, как воспитанник Подрезова уехал в Ташкент, они не общались. Первая встреча и символическое примирение состоялись на Кубке страны в Самаре в конце 70-х. А совсем недавно на Тольятинском турнире памяти братьев Герасимовых Подрезов и Грубов пожали друг другу руки. Поссорились они с Грубова. Уехал он в Ташкент, был классный боксер. Недовольны были друг другом. И вот, предпоследнее соревнование, подошел Грубов ко мне и к нему, попросил у нас прощения, поблагодарил вас за то, что мы ему дали. Ну, он полковник в отставке, он уже взрослый человек. Одним из самых звездных воспитанников Евгения Подрезова считается мастер спорта СССР Александр Васильев, двукратный победитель Кубка Советского Союза. Все началось с 73-го года. Я от одноклассников, от мальчишек узнал, что есть школа бокса такая на улице Победы. И пошел записываться. Пришел, это не как сейчас. А там оказывается очередь, целая очередь. Стоять по лестнице, передвигаться. То есть потихонечку заходят ребят. Много, очень много ребят хотелось заниматься боксом. Ну, дождался я, в свою очередь, записался. Это где-то началось с октября месяца. Начало октября 73-го года. Ну, начальную школу я проходил под руководством Леонида Григорьевича Кузьменко. То есть они работали вместе. То есть он работал с новичками. Ставил школу, обучал их первоначальному все понятиям бокса. Ну, а потом, уже через даже меньше полгода прошло, были вот первые соревнования в марте, по-моему, в марте 74-го года. Городские открытые первенства города Тольятти. И мне уже удалось выиграть. Подрезов, можно сказать, разносторонний специалист. К каждой тренировке он тщательно готовится и детально продумывает предстоящие занятия. Вот эти удары снизу, то есть много ударов снизу в ближний бой. Здесь как раз, вот, посмотрите, тренажер. Это тоже удары, это рука. Раз, движение, два, нырок, три. И отсюда, вот в туловище. Вот это есть, сами придумали. Смотрите, еще раз, еще раз покажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, опа. Раз, два, три. Опять нырок, так, вот сюда. То есть голова, голова, вот один акцент. Ушел, право, и сюда. Вот это есть ближний бой, отработка ближнего боя. У него были особые требования, особые принципы. Особенный был устав. Уже в то время устав был боксера, где если не выполнять, то, во-первых, учеба должна быть безукоризненной. Помощь родителям безукоризненной. По залу ребята сами мыли полы, чистили все, никаких уборщиц не было, ни камня, все, 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 и ребята просто-напросто учились уже тогда работать. Был период в жизни Евгения Николаевича, когда он готовил сильных боксеров-профессионалов. Например, самый титулованный из них – известный боец Уни Каршакян. Он становился чемпионом России по профессиональному боксу. Ну, мы Сережка опять, это все мальчишки собрались. Ну, кто занимался, давайте, говорю, ему здесь создадим все условия, чтобы побоксировать. И здесь опять турнир, наш турнир. Он его опять вывел. И при том 63 килограмма, весь там 60 или 59. И меня тоже не было, я тоже уезжал. Приезжаю, а я, говорит, победитель. Выполнил мастер-спорт. Ё-моё, я ничего не видел, я не верю. Понимаете? Ну, у меня здесь это, там, смотрю, тот говорит, ой, такой, 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 опять. Ну, короче говоря, турнир здесь прямо где-то через месяца-два в Самаре. Если Союз-турнир, я сейчас уже сам. Один бой проводим, к нам подходит. Можно вас? Пожалуйста. Вы знаете, я вам предлагаю профессионалу идти в Соника. Ну, я говорю, дайте мне это, помыслить туда-сюда. Ну, короче, я, разговор не получил здесь, я ушел. Соник подходит ко мне через какое-то время. И он говорит, понимаете, меня здесь предложили, я сказал, к тренеру. Я говорю, Оник, а ты как на это дело знаешь? Какую, скажете? Жизнь уникарш-океана оборвалась в 2001 году. Спустя некоторое время Евгений Подрезов пришел к мысли, что больше внимания все же нужно уделять именно любительскому боксу. Кстати, герою нашего фильма удавалось воспитывать не только талантливых боксеров, но и замечательных людей, которые успешно реализовали себя в жизни. Например, один из учеников Подрезова Сергея Онищенко, занимаясь бизнесом, поддерживает бокс в Тольятти и помогает городской федерации данного вида спорта, которую руководит мастер спорта Советского Союза Сергей Бибиков. Совместно удается проводить крупные мероприятия, например, мемориал братьев Герасимовых, которые тоже, кстати, тренировались у Евгения Подрезова. Крупный масштаб носит также всероссийский турнир класса А памяти Николая Семизорова. Сергей Онищенко учреждал на этих первенствах специальный приз, посвященный памяти Сергея Глухова. Потому что сам занимался боксом, сам вырос как-то, пошел по нормальной линии, никуда вроде не ушел ни налево, ни направо, и в жизни что-то добился, каких-то успехов. Ну, все благодаря подрезов. И поэтому в жизни тоже стараюсь, чтобы люди занимались не на улице, где-то в подвале, потому что сейчас молодежь такая у нас растет, а чтобы занимались спортом. Поэтому по возможности стараюсь помогать как-то. Вот вместе с Бивиковым Сергеем Викторовичем. Мы разговаривали с Лениным Григорьевичем Кузьменко и с Бивиковым Сергеем Викторовичем. И вот на самом деле, что при жизни человека, чтобы человека поддержать, чтобы он дольше жил, дольше делал людям, приносил добро, вот решили создать для него фильм, чтобы сделать человеку приятное. И я лично считаю, что он достойный человек. Феномен Евгения Подрезова заключается в его безграничной работоспособности. Он постоянно думает и говорит о работе, о своем любимом деле всей его жизни. У Евгения Николаевича большая видеотека с записями боев как своих воспитанников, так и мировых легенд кожаной перчатки. Фишка его одна. Он фанатик бокса. Вот. И если брать вот последние года, вот 30 лет, сколько он дома прожил и сколько он в спортзале прожил, то это будет примерно 80 на 20. Он постоянно в спортзале, он постоянно в лицу с ребятами, он постоянно на соревнованиях. И он постоянно работает с людьми. Потому что быть тренером и не входить в контакт с боксером, такое не может быть. Потому что только близость, только контакт приводит к мастерству боксера, когда он начинает понимать своего тренера. Как тренер я могу его охарактеризовать так, что он был старшим тренером сборной команды ДСО «Трудовые резервы». Тренировал много лет. И мы все время с ним проводили соревнования, проводили матчевые встречи, дружили. И столько он воспитал прекрасных боксеров, столько его ребята выступали и за общество урожай в качестве участка и становились призерами чемпиона. И он много воспитал спортсменов, членов сборной команды Самарской области, членов сборной команды Трудовые резервы, членов сборной команды Российской Федерации и Советского Союза еще раньше. Я хочу ему пожелать здоровья, счастья, благополучия его семье, детям, внукам, здоровья еще раз и всех благ спортивной жизни. Уникальность. Талантливый человек. Про таких говорят Бог макушечку поцеловал. Начинал с юных лет и до сегодняшних лет настолько в прекрасной физической форме, и он самый настоящий тренер, которых осталось, к сожалению, очень мало. Ведь что такое бокс российский? Это бокс СССР. Когда готовили правильно, преподавали правильно. Почему я это говорю? Потому что мои одноклассники занимались у Подрезова Евгения Николаевича. И я сравниваю с сегодняшними боксерами, не в обиду им будет сказано, физика не та. Вот Подрезов именно выстраивал физику, и он учил правильно относиться к жизни. Это были самые настоящие ребята, защитники. А теперь они прекрасные сыновья, мужья, некоторые уже дедушки. Он им наравне со спортом привил человечность и правильность жизни. Я очень горжусь, что знакома с этим человеком и считаю его легендой города Тольятти. Сейчас Евгений Николаевич работает как с подрастающим поколением, так и со взрослыми спортсменами. Почти около года я пришел к нему назад. Скажу о нем, что этот человек знает просто настолько тонко все прелести бокса. И он не только показывает что-то, он объясняет настолько доступно, что доступнее просто нигде нет. Еще мой отец, будучи молодым тренером, сотрудничал с ним. Он передавал ему наиболее одаренных боксеров, а Евгений Николаевич Подрезов уже выводил их в мастера. Таким одаренным боксером без ложной скорленности могу и себя к ним причислить, потому что также Владимир Николаевич меня отдал Подрезову Евгению Николаевичу. И я на протяжении шести лет воспитывался, тогда называлась это школа бокса, находилась одна на Победы 17. Был такой легендарный зал, один из лучших залов в мире. Вообще Подрезов славен тем, что за свою жизнь он сделал очень-очень много, создал, просто создал из нуля, очень много залов. Имя Евгения Подрезова нераздельно связано со спортом. Благодаря активности он становится еще энергичнее. Заслуженный наставник всегда ставит перед собой цели, к которым стремится. И в данный момент у него есть задачи, к выполнению которых он уже начал свой путь. Каждый, кто знает Евгения Подрезова, по праву гордится, что он знаком с настоящей легендой бокса. Вот это перчатки не просто так. Вот это лапы, с которыми я работал, вот они там фамилии всех, с кем я работал на этих лапах. Дальше, это Макарова, то есть видовые, кутляй, вот они, этот Аршакян, вот его перчатки. Это перчатки грубого, вот они, самые первые грубого, тяжелые. Вот Онищенко, белые перчатки. А вот у нас, на Олимпийских лифах, у нас в Москве, вот они перчатки. Вот Васильева перчатки. И это мне подарили уже, мы встречали все время то с Азербайджаном, то с Арменией, вот то с Ленинградом, то с Москвой. Ну и каждый же время сувениры. Ну, хотел бы еще замесить, сделать замес еще на лет 5-7. То есть, как я говорю, первые 85 лет жить трудно, а там дальше будет. Прочее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова